Ребята, всем привет! С вами Freeway TV. Многие из вас задавали мне вопрос о том, как же развивался Freeway. Кто здесь, что и как. Специально для ответов на эти вопросы мы позвали сюда человека, который, как никто другой, может ответить на эти вопросы. Это молодая симпатичная девушка, которая, несмотря на свой молодой возраст, добилась уже таких огромных успехов. И что самое похвальное, что она всегда хочет большего. Поэтому с нами Мария Колотун, руководитель и основатель Freeway Den Sensor. Маш, привет! Привет! Как у тебя дела в дне строения сегодня? Все классно. Все классно? Маша, расскажи, пожалуйста, вообще есть ли у тебя какая-то определенная формула на пути к твоему успеху? Что к тобой движетесь? Ну, формулы как таковой нет. Просто берем, сделаем, стремимся, развиваемся. Главное, что, в принципе, все, удовольствие. Я смотрю, ты очень повзрослела как раз уже за последний год. Скажи, пожалуйста, как ты вообще развивалась и что сподвейнуло, сын? Почему ты стала вот такой мудрой и взрослой? Что на это повлияло? Ну, как говорится, все, что не делает, делает нас сильнее. Все, что не происходит в жизни, делает нас сильнее. Вот. Наверное, поэтому. А так, к сожалению, в танцевальном плане я только сейчас опять возобновила посещение мастер-классов. Поэтому сейчас будем дальше расти и развиваться. Ну, это самое главное. Есть чему получить. Вот скажи, я вот знаю, что ты совсем недавно ездила в Москву на мастер-классы. И не только брала, а еще и давала мастер-классы. Расскажи свои ощущения, как ты их провела и вообще, что тебе больше всего запомнилось? Ну, мой класс прошел классно. Все очень активно, энергично. Главное, что эмоционально. Отдача от ребят была. Вот, поэтому все супер было. А мастер-классы, которые я посещала, это было Куик Рю и Кензо Альварес. Прошли так же энергично, очень зажигательно. Ну, и круто, познавательно. Много нового для себя взяла для преподавания и для своего там танцевания. Вот, поэтому, ну, мне очень понравилось. Конечно, классная поездка. Город увидели, походили, погуляли. Вот, с людьми пообщались. Ну, круто, говоришь, что очень много узнала. А что именно ты узнала? Вот, что такого, что ты никогда не знала раньше? Ну, в принципе, я догадывалась. Не то, что догадывалась. Я просто сама в последнее время, где-то как полгода практикую, как бы, больше уйти от сложности хореографии, больше попасть вот в эту душевную цель внутри каждого человека. Ну, цель я в прямом смысле имею в виду. Вот, поэтому больше, больше, конечно, на классах я прониклась именно эмоциональной стороной хореографии, нежели правильности ее исполнения. И сейчас ты тоже это внедряешь активно в свое преподавание, да? Да, да, да. То есть больше уходим в эмоциональную часть развития, нежели в сложность хореографии. Ну, я считаю, что это тоже очень круто. Ну, скажи вот еще, что для тебя вот самое важное в учениках? То есть есть что-то такое, что ты особо ценишь в них? Ну, в первую очередь я ценю просто-напросто отдачу. Ценю то, насколько им это нужно и важно. Очень, очень приветствую, если ребята реально с какой-то целью приходят, как минимум, просто покайфовать на занятиях. Да, ну говоришь отдачу, а все ли ученики с одинаковой отдачей работают? Замечала ли ты такое? Ну, слава богу, в последнее время, да, с одинаковой. Просто кто-то менее открыт, кто-то более открыт. И вот стараюсь, чтобы все максимально получали истинное удовольствие от танца, от музыки, пропитывались всеми нотками. Кто-то более открыт, кто-то менее открыт. Вот что ты имеешь в виду? Как ты их развиваешь, чтобы они показали тебе эту открытость? Есть какие-то, может быть, специальные упражнения? Или что ты делаешь для этого? Ну, да, некоторые упражнения возникли в моей голове путем посещения мастер-классов и занятий. Вот, некоторые упражнения я узнала, услышала, увидела, применила. Некоторые сами в голове родились. Вот, да, поэтому есть упражнения. То есть, я так понимаю, мастер-классы это тоже вообще очень важно, да? Да. Ну, для кого как, кто берет что-то от мастер-класса, кто просто поденсил себе и пошел домой. Ну, круто. Смотри, а есть ли какая-то разница, ну, точнее, заметила ли ты, когда ты посещала, например, мастер-классы американских хореографов, шоу-бизнеса, так сказать, от наших украинских? Чувствуется какая-то разница? Ну, у наших украинских хореографов я вообще была не так уже у многих. Вот, была у тех, кто в свое время посещал иностранный класс. Вот, поэтому, ну, могу сказать, что иностранцы, они более открыты, чем наши люди. У нас единицы открыты, вот так вот душевно, то есть, и полностью чувствуют музыку, как иностранцы. Так что, мне ближе у иностранцев поучиться. Но у наших ребят тоже есть, кого поучиться, и, слава богу, многие из них находятся в нашей студии. Отлично. Кстати, по поводу этого, вот, хотела тебя спросить. Сложно ли из разряда ученика стать педагогом в студии Freeway? Абсолютно несложно. Главное, иметь желание, рвение, ну, и просто цель стать педагогом в Freeway-то-центре. Ну, за цель это всегда самое главное. А вот смотри, а что ты можешь посоветовать начинающим хореографам? Вот если вот только-только-только преподают. Я посоветовать могу многое. Вопрос, хотят ли меня услышать. А что, бывает, не хотят? Ну, как бы я же там невеликий танцор, вот, поэтому... Да, но ты применяешься. Поэтому, что я могу посоветовать? Просто брать и делать. Брать и добиваться цели. Находить себя, искать себя. Искать много способов выразить свои чувства. Способов объяснить эти чувства. Постоянное посещение мастер-классов, различных педагогов, различных стилей. Постоянное самоповышение. Да, но я смотрю, что ты... Не самоповышение, а повышение развития повышения. Это правда. Сказала непонятно, что. Смотрю, что ты вот очень умеешь вдохновлять, вот, как никто другой. И в тебе вообще очень много таких, вот, я бы сказала, по-хорошему мужских качеств. Скажи, а ты вообще от этого не устала? Тебе хочется просто расслабиться и вообще забить во всём? По поводу вдохновлять, я очень надеюсь на это. Потому что я считаю, что это самое главное, что должен делать педагог. Он должен вдохновить на какие-либо подвиги танцевальные. То же самое, как это делают ребята, на классы которых, или на занятия которых я хожу. Я бы туда не ходила и не ездила, если по ним меня не вдохновляют. То, что самое главное. Что касается мужского начала, то, ну, окей, ладно, если такое есть. Примем, примем. Ну, по поводу отдохнуть, конечно, я не против, но для меня отдых должен быть, опять же, вдохновляющий. То есть, он мне нужен для того, чтобы я отдохнула душевно, набралась каких-нибудь впечатлений и потом смогла творить. Ну, я так понимаю, что для этого и есть мастер-классы, ты на них ездишь и там отдыхаешь, да? Ну, в принципе, я отдыхаю, да, в принципе, да. Но, конечно, хочется было в разные города, еще там город походить, посмотреть. Я не из тех, кто любит лежать на пляже. Ну, слушай, я считаю, что ты очень везучий человек. Потому что отдых это ездить на мастер-классы, на танцы, работа это танцы, все вокруг танца. Ну, мне, кстати, кажется, что это даже главное, что когда у тебя работа, хобби, оно все-таки как-то в единое русло управляет. Ну, в общем, это классно, молодец. Да, тут действительно не поспоришь. Слава богу. Смотри, я знаю, что у тебя есть еще какая-то вот особая методика преподавания с детьми. Поделишься ей? Я не знаю, особая она или нет. Ну, что, просто играем с детьми, ненавязчиво учим их танцевать. Они сами того не подозревают. Вот. Ну, честно, методика рождается прямо во время занятия. Каждое занятие, оно может меняться, что-то новое добавляться. Я сама иногда вся в шоке, как я такое придумала. А вот что означает, что ненавязчиво? Это как? Ненавязчиво это означает, я немножко обманываю детей. Да, ты что? Да, способами разными там, играми, я не знаю, какими-то даже конкурсами во время занятия. Но это работает. Да, это работает, и они учатся движением, сами того не понимают. Вот. Потом уже зная эти движения, они понимают, что они их выучили. Я так понимаю, у тебя цель, чтобы тоже вырастить такое танцевальное поколение и вместе с ними тоже уехать куда-то, да? Да, да, на мастер-танцах. Просто, чтобы, в первую очередь, они получали удовольствие от танцев. То есть моя задача их не научить, а показать им, что танцы это классно, что это круто. А там уже, знаете, всем они незаметно учатся. Я считаю, что это им очень нравится. Надеюсь. Они такие вдохновленные, постоянно выходят после твоих занятий. Хорошо. А вот еще по поводу твоих танцевальных работ. Вот смотри, есть ли у тебя твоя самая любимая танцевальная работа, над которой ты долго трудилась, много сил и энергии вкладывала, много работала с учениками ради того, чтобы получилось красивое видео? Есть у тебя такое? Ну, таких работ достаточно, над которыми работали долго, долго. Ну, это понятно, самое любимое. По поводу самой любимой, сложно сказать. Ну, самая такая, как бы, за душу брала меня, когда я ее танцевала, это под One Direction. Там, где мы в белых регланах. Да, там, где мы в белых регланах. Вот. И Ace Hood. Последнее видео, где мы все в черном, в темной комнате. Либо, а у нас красивые. Ну, просто текст песни, там, такой, как бы, очень пронзительный. За душу берющий. Класс. Вот, Маша, кстати, расскажи, а в чем ты сейчас одета? Я сейчас одета в нашей одежде Soul Free Dancewear, которую мы совместно с Евгением Юрьевичем Новомовичем творим и создаем. Ну, просто вообще, вы просто герои. Мало того, что танцуете, мало того, что вы управляете, руководите студией, обучаете детей, так вы еще и одежду создаете. Да, супергерои. Как у вас вообще хватает на все это время? Ну, вот, как-то хватает. Вот, это поймешь, только побыва в нашей шкуре. По-другому никак не сказать. Побыва в нашей шкуре, побыва в нашей шкуре. Побыва в нашей одежде, в нашей школе, да. Пожив с нами. Понятно, хорошо. Спасибо большое, что ты ответила на эти волнующие вопросы. Я вот думаю, что к нашему следующему интервью, если ты согласишься опять с нами посидеть вот так вот и ответить на все вопросы, наберется еще их больше. Поэтому спасибо большое. Ребята, а вы подписывайтесь на канал на YouTube, ставьте лайки, задавайте свои вопросы и приходите в нашу студию Freeway. Спасибо большое. Всем пока. Маш, привет. Расскажи, как дела, как тебя ощущаешь сегодня? Привет, вообще все классно. Такая смешная. Хорошо, расскажи, Маш. Такая смешная. Продолжение следует...